добрый день наши уважаемые слушатели подписчики читатели пользователи сожалению ой извините мой внешний вид но в условиях пандемии да да это не смешно я хотел бы вам представить очередной отрывок из последней книги когда я не мощен тогда силен но вынужден свой имидж сменить на ходу потому что что-то читаться будут плохо да и думаться тоже поэтому я не знаю как вы может быть некоторые из вас и спят в масках но мне она даже не дает возможности полноценно дышать не то что говоря про чтение поэтому с вашего позволения я избавлюсь от всех атрибутов нашего времени и начну чтение с момента который в общем-то книжки являются чуть ли не самым знаковым 930 был на офисе свеж как огурчик когда пьешь с правильными людьми и чувствуешь себя на уровне независимо от количества употребимого а если еще и обслушаешь как надо то и будешь огурчиком зато ефим исакович выглядел далеко не огурчиком ох и бешеный серёжа с утра орёт бегает суетится думал пораньше приду дела свои закончу так нет он тут самого утра как и не уходил думал может блять буховый нет трезвый всем на зло а когда он трезвый злой это хуже всего так нальешь ему попустит глядь и он через пять минут во всю улыбку тянет а тут чай ему предложил так он меня нахуй послал да так интересно что и повторять хочется я рассмеялся так чем вопрос ефим блесни языком яковича фима насупился а надо дерзай он закричал что чай этот ёбаный я хуем своим хлебал представив эту картину я рассмеялся и выкрикнул фима так вот где у тебя хоба ну и что напился чайку нет им не выдержал сам рассмеялся до кого тот не тянет так как раньше тяги нет нихера на дружно раскатиста залили смехом и тут из кабинета вылетел словно ошпаренный якович вы что тут за устроили проблема у нас вселенские вы хуйной страдаете и пим тут же нашелся серёжа так ты просвети в чем проблема то в неведении мы а ты бегаешь всех хуями называешь непонятно за что зайдите кабинет оба мы зашли аки смиренные агнцы сели дружно головы повесили ждем неприятности сильных и зачем сейчас шкипов десяти приедет григорович полтора центнера михаил иванович подтянется у меня зашевелись волосы и не только на голове что-то нехорошее намечается общий друг нашей фирмы мой уже бывший компаньон кинул сна кинул нас на полтора миллиона американских денег топор накинул без особой выданки каюсь дал я промах сука доверился падли наука будет а делов то пустяки деньги на два счета завести как начал он конючить георгиевич давай возьму сэкономим от налогов уйдем ушел сука и нас ушли теперь немецкие партнеры мозги выносят где деньги сережа немцы хуже овчарок своих как вцепиться пиздец какой-то хотя за такую сумму многие вцепились бы бы да и головы положили якович очень доброжелательно несмотря на свой гнев взглянул на меня а ты герман учись в университетах этому не научит никому не верь особенно в денежных вопросов даже я со своим опытом видишь прокололся если гвоздик со стороны не успел чухнуть я думаю прихватят за два дня крайний срок сказал это и очень неуверенно посмотрел на ефима фима ты что думаешь сережа суку ничем не исправишь ты лучше знаешь веки его славных дел грузин кинул турфирмы шваранул везде где гвозди одни болты остаются ты ему поверил на тебя это не похоже сережа ты же не такой сэкономить решил якович зло посмотрел на фейму чуть ли не прошипел сэкономить на вас бляя сэкономишь гвоздика удавлю лично пусть только привезут подлеца раздался звонок дверь якович удовлетворенно хмыкнул слетаются орлы первым орлом был шкипа был он весел обеспечен ехал за одним а получил другое хотя одно тоже получил от меня шкипа на ходу вдоль и секунды въехал в новую тему это его работа он сходу показал свое рвение желания сергей георгиевич разрешили приступить якович оценил такую прыть шкипа не суетись сейчас остальные подтянутся действия скоординируем обсудим все ты думаешь гвоздик сидит и ждет на я его знаю хитрый сучонок и блять коварный да оказался еще и подлым через десять минут все орлы сидели в кабинете яковича он же и двинул речь собрала вас для очень благого мероприятия отловить которая в наглую залезла мой карман а вы знаете что мой карман это и ваш карман и он блять несчастье не безразмерный возник и у меня на полтора миллиона баксов возникла мертвая тишина кто-то не выдержал и пустил предательского шептуна после этого народ еле шевельнулся и раздалась дружно чуть позже сука позорная падла и так далее вам и без меня известно якович смачно выдержал паузы продолжил я знаю что вы всегда придете на помощь и я очень ценю вашу отзывчивость благодарность за ваши усилия назначают премию для того кто гвоздика блять сюда в кабинет приведет 50 тысяч на ламбле американских сходу только чтобы сука это начать хотя бы еще могла после этих слов раздались громкие возгласы через день будет тут приведем поймай и так далее вам и без меня известно вдвое неизвестно якович довольно взглядом осмотрел орлов и напутствовал что сидим за дело общее дело делаем михаил иванович подошел ко мне шепотом прямо в руках ты на меня не обижайся паспорт завтра привезут на тебя из-за грант сделать дипломатический бонус так сказать я даже опешил в такой елейность михалов да проехали уже а за паспорт спасибо большое герман вот и чудненько и тихонечко как бы незначай отвалил а мне тут же подумалось никто и никогда ничего не исправит единственный лекарь и правильщик время чкипа был еще более весел чем вчера вот поперла я этого возника завтра же привезу знаю где сучонок затихарился я рассмеялся